Добрый день, друзья! Сегодня мы разберём первые и единственные тексты с 7 урока учебника Мирошенковой и Фёдорова. В этом уроке говорилось про всякие хитрые приставки, а также про местоимения, и сейчас мы посмотрим, как это применяется на практике. Значит, опять, in school — это уже окончание в школе. Аудиториум, nostrum, magnum et clarum est. Аудиториум, то есть аудитория — наша классная комната. И дальше всё у нас согласуется. Здесь у нас средний род, поэтому nostrum — наша, magnum — большая, et clarum — светлая, est — есть. То есть аудитория наша большая и светлая. Здесь пока всё просто. Дальше уже чуть-чуть посложнее. In auditoria tabula ubi discipule et magister crete scriber e possunt carte terre nostre et carta europae mensa et cella magistri scamna discipulorum sunt. Начнём с самого начала. In auditorio. В аудитории — это форма аблатива. Значит, в аудитории. Tabula — доска. Ubi discipule et magister crete scriber e possunt. Это у нас дополнение. Значит, доска ubi — где? Discipuli — ученики. От discipulum. Значит, это у нас nominativus pluralis. Et magister — учитель. posunt — это вот от глагола possum. Как раз про это говорилось в уроке. Про то, что к глаголу sumfue es может добавляться всякие разные приставки. Вот здесь у нас приставка добавляется и, получается, могут. Могут scriber e писать. Это инфинитив. Писать чем? Creta melam. То есть это у нас ablativus instrumenti. Значит, доска, где ученики и учитель melam писать могут. Значит, доска. Потом карта. Карта. Карта terrei nostrei. Карта чего? Terrei nostrei — это генетив нашей страны. Это карта европы. И карта чего? Европы. Тоже генетив. Потом mensa et cella. Стол и стул чьи? Магистры. Вот магистр — это форма генетива. Значит, стол и стул учителя. И scamna — скамейки discipulorum. чьи? Учеников. Вот discipul — это форма генетивус pluralis, окончание orum. И, наконец, вот он, глагол sunt. Ко всему этому относится. То есть в аудитории есть доска, где ученики и учитель melam писать могут. Карта нашей страны и карта Европы. Стол и стул учителя и скамейки учеников находится. Хора в студии инстат. Хора — час. Час чего? Студи, от студиум — занятие. Генетив — значит, час занятий. Инстат. Настает. То есть наступает час занятий. Ям кунгте discipuli и адсунт. Ям уже. Кунгте discipuli — все ученики. Вот оно согласуется. И адсунт — это у нас глагол адсун. Одессе — вот этот вот приставочный. И это значит присутствовать. То есть уже все ученики присутствуют. Magister in auditorium intrat et salvetta discipuli dicit. Магистр — учитель. Intrat входит. Входит куда? In auditorium. Значит, это у нас акузатив. Входит в аудиторию. И дикит. Говорит. Говорит. Говорит salvetta discipuli. Здравствуйте, ученики. Ну то есть это как бы если разбирать, то это будет значит императив множественного числа. То есть как бы пожелание «будьте здоровы». Но как бы мы переводим как просто «здравствуйте, ученики». То есть учитель в аудиторию входит и «здравствуйте, ученики» говорит. Discipuli es camnis suis surgund et magistrum salutant. Salve magister. Discipuli — ученики. Surgund — встают. Встают откуда? Es camnis suis. Окончание is — is. Потому что слотивus pluralis. Потому что предлог «э» — это сокращенная форма от «экс». С чего-то, да? С камеек своих поднимаются. Поднимаются. Et salutant. Приветствуют. Приветствуют кого? Магиструм. Это у нас акузатив. Приветствуют учителя. И они говорят «salve magister». Это тоже императив. Только здесь у нас императив единственного числа. Ну то есть «здравствуй, учитель». Ну как бы это у нас, когда мы говорим «вежливо», у нас будет множественное число. В латыни это так не работает. Поскольку учитель один, то будет просто единственное число «здравствуй, учитель». Значит, ученики с камеек своих поднимаются и учителя приветствуют. Здравствуй, учитель. Магистр. Учитель. Asidite pueri. Садитесь, ребята. Asidite — это императив, да, множественного числа. Вот у нас окончание «т». Садитесь, ребята. Studium nostrum incipimus. Incipimus. От incipio — начинать. Здесь у нас окончание «mus». Значит, это мы. Мы начинаем. Первое лицо множественное число. Начинаем что? Studium nostrum. Наши занятия. Это значит акузатив. Начинаем что? Занятия. Значит, мы начинаем наши занятия. Sed initio digite, michi. Quis vestrum hodia abest. Sed initio. Но сначала digite — повелительное наклонение, множественное число. Скажите, michi. Мне. Это датив. Quis vestrum hodia abest. Quis vestrum. Кто из вас? Веструм — это у нас генитив. Ходяя сегодня abest от глагола absum. Abese. Отсутствовать. Значит, кто из вас отсутствует. Но сначала скажите мне, кто из вас отсутствует. Дискипуре. Ученики. Немо nostrum abest. Кунгте hodia atsumus. Немо. Никто nostrum. Никто из нас. Это генитив. Абест. Отсутствует. Да, тот же самый глагол. Кунгте. Все. Ходяя сегодня. Асумус. Это глагол adesse. Да, мы его уже встречали. Присутствует. Значит, все мы присутствуем. Никто из нас не отсутствует. Все сегодня присутствуем. Магистр. Учитель. Бене. Хорошо. Михи. Юкундум эст. Вос кунгтас ходи студио одессы. Юкундум эст. Приятно. Приятно кому? Мне. Михи. Датив. И после этого у нас идет форма. Конструкция кузативскому инфинитиве. Все остальное предложение. Мне приятно, что вы все. Вос кунгтас. Получается, это кузатив плюралис. В ходе сегодня студио на занятии таблатив одессы присутствуете. То есть, это инфинитив, который входит в конструкцию кузативскому инфинитиву. Мне приятно, что вы все сегодня на занятии присутствуете. Сет эстесны от студио парати. Сет эстесны. То есть, но... Есть ли вы, не так ли, как бы, парати? Но готовы ли вы от студио к занятию? Аккузатив. Но готовы ли вы к занятию? Квис веструм от интеррогата респондере потест. Квис веструм. Кто из вас генитив от интеррогата? Вот, интеррогатум вопрос. Значит, здесь у нас акузатив с плюралис, окончание а, потому что средний род. Вот, на вопросы, потест, это глагол поссум. Мочь, то есть, кто может, что сделать, респондеры, ответить на вопросы. Кто из вас на вопросы ответить может? Дискипули пассим. Эго поссум. Значит, ученики поссим, ну, то есть, так, беспорядочно. Эго. Я поссум могу. Вот он, глагол поссум, про который речь шла. Я могу, я могу. Кунктии респондеры поссумус. Кунктии все поссумус можем, можем респондеры, ответить. Всем ответить можем. Магистр. Пуэри. Налиты кламары. Пуэри, ребята. И налиты кламары, это у нас отрицание императива. Вот через налиты, то есть, кламу. Это кричать, значит, не кричите. Такендум эст, вобис. Дум ин студио эстис. Такендум эст. Это вот здесь у нас суффикс. НД. Такио молчать. Значит, это герундив. И такендум эст. Второе писательное спряжение. То есть, вы должны молчать. Дум ин студио эстис. Дум пока ин студио в классе аблативус. Нет. Аблативус эстис. Находитесь. Вы находитесь, да. Второе лицо. Множественное число. То есть, вы должны молчать, пока в классе находитесь. И такве ут дикитис. Кунгте респандеры потестис. И такве и так. Ут дикитис. Дику говорить. Дикитис, значит, вы говорите второе лицо. Множественное число. Кунгте все потестис респандеры. Вы все можете ответить. Значит, и так, как вы говорите, вы все можете ответить. Оптиме. Отлично. Ту, Петре. Потесне, но без дикера, нанула провербия латина. Ты, Петр. Значит, это звательный падеж, вакатив. Потесне. Не можешь ли. Да, вот у нас. Потес. От. От. А это у нас второе лицо, единственное число. Нобис. На. Можешь ли нам сказать. Вот, дикеры. Нанула провербия латина. Это формы, все вот это формы accusativus pluralis. Некоторые какие-нибудь пословицы латина, латинские. Провербиум. Это у нас существительное среднего рода. Поэтому в accusativus pluralis у нас здесь будет ависти. Значит, ты, Петр, не можешь ли нам сказать, рассказать какие-нибудь латинские пословицы? Петрус. ИТАЭСТ магистр. Мульта провербия латины. Дикеры поссум. ИТАЭСТ, ну, можно перевести примерно как так и есть. Да, конечно. Учитель. Поссум. Могу. Я могу. Могу. Рассказать. Дикеры. Мульта провербия латина. Вот оно тоже. Это все тоже accusativus pluralis. Многие пословицы латинские. Так и есть, учитель. Многие пословицы латинские рассказать могу. Дикеры. Экземпли, кауза, поссум. Нобис, нон, сколай, садвиты дискендум эссе. Поссум могу. Могу дикера рассказать. Экземпли кауза. Это, ну, можно перевести просто на пример. Ну, если разбирать, да, то есть, кауза это ради, ради чего, ради примера. Это генедеев тогда будет. Ради примера. Или, например. Нобис, нон, сколай, садвитей, что мы не для школы. Это у нас датив. Ну, это где-то, по-моему, мы говорили про это, разбирали подробнее раньше. Нон, сколай, садвитей, не для школы, а для жизни. Дискендум эссе. Диско учиться. Здесь эндэ, значит, герундив, значит, второе писательное. То есть, должны учиться. Значит, могу рассказать, например, что мы не для школы, а для жизни должны учиться. Прайкипуэ аутэ, особенно же, михи, мне, датив, плакет, нравится, нравится, провербиум, пословица, латинская, латинум, квот дикет, которая гласит. И от этого у нас зависит аккузативу с ком инфинитива, такой маленький. Эрар и хуманум эссе. Человеку свойственно ошибаться. Ну, так бы это было эрар и хуманум эст, да, но здесь у нас стоит инфинитив эссе, потому что в обороте аккузативу с ком инфинитива. Значит, особенно же, мне нравится пословица латинская, которая гласит, что человеку свойственно ошибаться. Магистр. Бонум провербиум. Эт вальде на нулис пигрис дискиполис идониум. Бонум провербиум. Хорошая пословица. Эт вальде и очень идониум. Подходящее. Подходящее кому? На нулис пигрис дискиполис. Эт все датив сплюралис. Некоторым медлительным или ленивым ученикам. Подходящее, значит. Значит, хорошая пословица и очень некоторым медлительным ученикам подходящее. Нунк ту, Юлия. Вене квайзо от табулам. Эт скрибе сипотис. Формус прямой персоной и номери сингулярис. Эт секундой персоной и номери плюралис. Вербе латины. Продессе. Нунк ту, Юлия. Значит, теперь ты, Юлия. Вене. Императив. Иди. Квайзо, пожалуйста. Иди от табулам к доске. Аккодативус. Эт скрибе. Значит, вене. Эт скрибе. Это у нас императив. И напиши сейпотис. Если можешь. Второе лицо. Единственное число. От глагола посум. Мочь. Если можешь. Напиши что. Формус. Это у нас аккодативус плюралис. Формы. Значит, формы первого лица единственного числа и второго лица множественного числа. Вот. Вербе латини. Чего? Значит, формы латинского глагола. Это генетив. И глагола, значит, продессе. Помогать. То есть, теперь ты, Юлия, иди, пожалуйста, к доске и напиши, если можешь, формы первого лица единственного числа и второго лица множественного числа латинского глагола помогать. Юлия сургит, а табулам венит, отскребит, просум, продестис. Юлия сургит. Юлия встает. Венит, отскребит, венит, идет к доске. Аккодативус. И пишет. Просум, продестис. Я помогаю, вы помогаете. Ну, то есть, все правильно напишет. Юлия встает, к доске подходит и пишет. Помогаю, помогайте. Магистр. Ректы. Асиды. Правильно. Садись. Асиды. Это у нас повелительное наклонение. Nunc tu, Maria. Dic, michi, quaiso. Formus numere pluralis nominativi. Et accusativi vocabularum opidum parvum. Nunc tu, Maria. Теперь ты, Maria. Dic. Скажи мне, michi, мне. И Dic, да, но тут у нас немножко специфически образуется императив. Это было где-то в теории учебники. Quaiso, пожалуйста. Скажи, что формus. Accusativus pluralis. Значит, формы nominativus pluralis и accusativus pluralis. Формы чего? Формы nominativus pluralis. Слов. Формы слов opidum parvum. Маленький город. Теперь ты, Maria. Скажи мне, пожалуйста. Формы nominativus pluralis. Accusativus pluralis. Слов. Маленький город. Мария. Opida parva. Ну, то есть, правильно она пишет. Форма и nominativi et accusativi. Numeri pluralis per literam a terminantur. Nam genus vocabuli opidum neutrum est. И здесь, собственно, объяснение формой формы. Значит, nominativus и accusativus pluralis. Terminantur. Окончанин тур говорит, что это пассив. Третье лицо, множественное число. Значит, заканчиваются. Формы заканчиваются на что? Per literam a. На букву a. Это accusativi. Nam genus vocabuli. Так как genus, род. Род чего? Вокабули. Вокабулum слова. Значит, слово. Генитив, opidum. Город. Neutrum est. Средний. Значит, формы. Номинативus и accusativus pluralis. На букву a заканчиваются. Так как род, слово, город, средний. Магистр. Bene. Responsum tum rectum et plenum est. Хорошо. Responsum. Ответ. И дальше все идет согласовываться. Потому что responsum. Среднего рода. И его дальше идет. Tum rectum et plenum. Ответ. Твой. Правильный и полный. Есть. Нонг дискипули. Алия материя. Трактанда. Нобис. Эст. Теперь ученики. Материя. Материал. Тема. Алия. Другая. Трактанда. Эст. Здесь суффикс nd. Говорит, что это герундив. И вместе получается второе писательное спряжение. То есть тема должна... Которые должны заняться. Нобис. Это дативус аукторис. Нами. Ну, на русский это так не переводится. Поэтому мы скажем... Теперь ученики. Мы должны заняться другой темой. Ну, как бы на самом деле. Другая тема должна нами быть занята. Ты, Клавдия, монстра, покажи императив. Покажи нам, Нобис, датив. Инкарта, на карте, этаблатив. Покажи что? Значит, покажи Magnus Insulus. Большие острова. Это у нас акузативус pluralис. И острова... Какие острова Европы и Европы? Это Genetius. Значит, ты, Клавдия, покажи нам на карте большие европейские острова. Клавдия от картам Венит. Эт Британиям, Хиберниям, Исландиям, Секилиям, Сардиниям, Кретам, Монстрат. Клавдия, Венит, подходит, подходит от карта, к карте, акузативус. И монстрат показывает. И дальше у нас идет перечисление, все в акузативе. Значит, показывает. Британию, Гибернию, Исландию, Сицилию, Сардинию, Крет. Значит, Клавдия к карте подходит, и Британию, Гибернию, Исландию, Сицилию, Сардинию, Крет показывает. Магистер. Дискипули. Либрос вестрас апэрити. Ту, Паули, потесне нарарено без аргументам, табулей, имприма, либри туи пагина, пиктей. Ученики. Дискипули. Либрос вестрас апэрити. Апэрити. Императив. Ножственное число. Значит, откройте. Откройте что? Либрос вестрас. Аккузативус плюралис. Книги ваши. Откройте ваши книги. Ту, Паули, ты, Павел. Потесне. Второе лицо. Единственное число. Потес. Не можешь ли? Нарары. Рассказать. Рассказать кому? Нам. Нобис. Рассказать, что? Рассказать аргументам. Аккузативус. Чего? Табулей. Картинки. Это генетив. И она, вот она у нас. Здесь согласуется. Пиктей. Картинки нарисованной. И вот. In prima libra tui pagina. То есть, in prima pagina. На первой страничке. Ablatios. Страничке чего? Libri tui. Это генетив. То есть, на первой страничке твоей книги изображённой. Значит. Ученики, книги ваши откройте. Ты, Павел, не можешь ли рассказать нам содержание картинки, изображённой на первой странице твоей книги? Ноли фестинаре, сет дик, квайзо, кларе, эт дистинкте. Ноли фестинаре. Отрицание императива. Значит, не торопись. Фестину торопиться. Фестинара. Значит, не торопись. Сет дик, квайзо, говори, пожалуйста. Кларе, эт дистинкте. Ясно и отчётливо. Поехали дальше. Паулус дикит. Так, ну, дальше давайте разобьём на части. Ну, скажем, да. Паулус, значит, говорит. И говорит сразу, вызывает за собой оккузативы скуловым инфинитивом. Вот это всё, что он дальше говорит, будет стоять в оккузативы скуловым инфинитивом. Давайте разобьём сразу на части. Вот так. Так, 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 так. И будем читать по частям. Значит, это всё зависит от Паулус дикит. Первое. Интабуло опидум антиквум пиктум эссе. Что он говорит? Что опидум, город антиквум. Соответственно, это аккузативус. Пиктум эссе. Это инфинитив, перфект, пассив. Потому что пиктум эсс. Так было бы пиктум эст. Но здесь у нас должен быть инфинитив. Получается пиктум эссе. И, ну, интабуло на картинке облотив. Дальше. Опидум мура эссе кинги. Значит, он говорит, что город опидум кинги окружён. Это пассивный инфинитив. И окружён чем? Мура эд фоса. Это аблативус сингулярис. И тут мы уже замечаем, что этот текст практически дублирует первый текст из шестого урока. Так что я буду не очень, может быть, сейчас подробно говорить. Можете, если что-то непонятно, обратиться вот к видео. Будет... Надо добавить ссылочку на него. Смотрите туда, если что-то не очень подробно я сейчас скажу. Дальше. Парму флювиум опидо адьякеры. Значит, говорит, что флювиум, река маленькая. Тоже всё это акузатив. Опидо дати в городу адьякеры прилегает. Соответственно, это инфинитив. Дальше. Паулус Дикет. Что? Агрум опидо фенитимум об агриколис арари. Говорит, что поле... Граничащие с чем? С опидо. С городом. Об агриколис. Кем? Об агриколис. Об агриколис. По функции аукторис. Значит, кем? Земледельцами. Арари. Это... Инфинитив пассив. Обрабатывается. И, наконец, Паулус Дикет. Что? Хортос аутом нон солом аверис. Сет этим афеминис. Аткой пуэрис колли. Это что? Хортос. Сады. Об агриколис. Плюралис. Же. Нон солом. Не только... Мужчинами, но также женщинами и детьми. Это всё у нас. Об агриколис. Плюралис. Аукторис. Вот оно. Вирис. Феминис. Пуэрис. Колли возделывается. Инфинитив пассив. И давайте всё вместе переведём ещё раз. Павел говорит, что на картине изображён старинный город, что город стеной и рвом окружён, что маленькая река городу прилегает, что поле с городом граничащее обрабатывается земледельцами, что сады не только мужчинами, но и женщинами и детьми обрабатываются. Магистер. Дискипули. НУНК ЛИБРАС ВЕСТРАС КЛАУДИТЕ. ТУ МАРКЕ. НАРА ДИСКИПУЛИС ДЕ НАТУРА ПАТРИЯ НОСТРАЙ. Ученики, теперь КЛАУДИТЕ. Закройте императив множественного числа. Закройте. Закройте что? ЛИБРАС ВЕСТРАС. Закройте ваши книги. Аккузативус ПЛУРАЛИС. И ты, Марк, НАРА, расскажи императивус единственного числа. Расскажи кому? Дискипулис. Ученикам это дативус ПЛУРАЛИС. Расскажи ДЕ НАТУРА. О природе, облатив. О природе чего? ПАТРИАЙ НОСТРАЙ. ГЕНЕТИВ НАШЕЙ РОДИНЫ. Значит, ученики, теперь книги ваши закройте. И ты, Марк, расскажи ученикам о природе нашей Родины. И, наконец, последнее, которое пересекается во многом с текстом номер один из третьего урока. Тоже можете туда посмотреть. Значит, Маркус Дикет. Давай тоже это разберем по частям. И здесь у нас тоже будет везде. Аккузативус КУМ Инфинитива, который зависит от Дикет. Вот здесь проходят границы и здесь. Первая часть. ПАТРИАМ, НОСТРАМ, ЭСЭТЕРАМ, МАГНАМ ЭТ ПУЛЬХАРАМ, ПАРТИАМ ИН ЕВРОПА, ПАРТИАМ ИН АЗИЯ СИТАМ. Значит, он говорит, что ПАТРИАМ, это АККУЗАТИВУС, потому что АККУЗАТИВУСКОМ Инфинитиву, что Родина наша, это наша, это страна большая и красивая. Всё АКУЗАТИВУС. ПАРТИАМ ИН ЕВРОПА, ЧАСТИЧНО В ЕВРОПЕ, это у нас АБЛОТИВ, ЧАСТИЧНО. ИН АЗИЯ, В АЗИИ, ТОЖЕ АБЛОТИВ, СИТАМ, ОКОНЧАНИЕ АМС, СОГЛОСУЕТСЯ С ПАТРИАМ, РАСПОЛОЖЕННОЕ. МУЛЬТИС ЭТ ИНФИНИТИС СИЛЬВИС АГРЕС ИМЕНСИС, ФЛУВИИС ЛОНГИС ЭТ ЛАТИС АБУНДАР. Это тоже, значит, Родина наша относится к тому, АБУНДАРА, ИЗАБИЛУИТ. Это инфинитив. И ИЗАБИЛУИТ ЧЕМ. И ДАЛЬШЕ У НАС ИДЁТ ОГРОМНЫЕ ПЕЧИСЛЕНИЕ С ОБЛАТИВАЮССЯМИ ПЛУРАЛИССЯМИ. Вот, они, значит, ИЗАБИЛУИТ БОЛЬШИМ, МНОГОЧИСЛЕННЫМИ И БЕСКРАЙНИМИ ЛЕСАМИ, ПОЛЯМИ ОГРОМНЫМИ, РЕКАМИ ДЛИННЫМИ И ШИРОКИМИ. Вот, и последнее. МУЛЬТАС ЭТВАРИАС БЕСТИАС АК ПЛАНТАС ИН СИЛЬВЕС ПАТРИАЙ НОСТРАЙ ЭССЕМИ. БЕСТИАС АК ПЛАНТАС. АКУЗАТИВАС ПЛУРАЛИС, значит, ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ, МУЛЬТАС ЭТВАРИАС, ВСЕ СОГЛАСОВАЕТСЯ, ТО ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ. ЭССЕ ЕСТЬ, ИН СИЛЬВЕС, В ЛЕСАХ ОБЛАТИВАС ПЛУРАЛИС, В ЛЕСАХ ЧЕГО? ПАТРИАЙ НОСТРАЙ, ИНИТИВ НАШЕЙ РОДИНЫ, значит, Марк говорит, что Родина наша, страна большая и красивая, частично в Европе, частично в Азии расположенная многочисленными и безграничными лесами, огромными полями, длинными и широкими реками, изобилует, что многие разные животные и растения в лесах нашей Родины есть. Вот, на этом текст седьмого урока заканчивается. В следующий раз мы перейдём к восьмому уроку, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Если вы что-то недопоняли или заметили, что я где-то ошиблась, то пишите, пожалуйста, обязательно в комментарии. И спасибо за просмотр!